Сегодня с нами Катя Прохорова, наша замечательная участница сообщества, которая работает с аналитикой в крупных компаниях и много чего умеет помимо этого, потому что очень талантовая девушка и профессиональная. Сегодня есть у нее интересная тема для презентации, и я, наверное, вообще не буду особо сильно мешать. Передам слово Кате. Единственное, отмечу, что наконец у нас пошли эфиры на английском языке. Поэтому, Катя, как тебе удобно? Если хочешь, можешь представиться на русском или сразу начать на английском. Даю тебе слово, знаю, что у тебя по-любому есть какая-то классная презентация и какой-то контент. Ну и в конце, я думаю, мы немножко в формате вопрос-ответ работаем. Вот, Катюш, передаю тебе слово. Да, всем здравствуйте. Меня зовут Катя Прохорова. Да, и давайте я тогда начну пару слов скажу по-русски, несколько логистических, административных моментов. Да, потом я перейду на английский, и, собственно, основная часть вся будет на английском. Да, я Катя Прохорова, я аналитик данных из Кремниевой долины и коуч по публичным выступлениям. Как я люблю говорить, выступать публично совсем несложно, если вы знаете вашу точку сборки. Поэтому я помогаю людям найти их точку сборки и на основе нее разработать вашу индивидуальную стратегию того, какой будете выступать. И мне очень часто говорят, ну, Катя, это как-то очень несовместимо, аналитик данных и публичные выступления. Но мне кажется, в этом нет никакого противоречия. Я бы даже сказала много сходства, потому что как аналитик данных я получаю терабайты информации, и затем мне нужно ее очистить от всего ненужного и дальше уже с помощью сути отвечать на поставленные бизнес-задачи. И в публичных выступлениях очень похоже, когда я начинаю работать с человеком, я получаю тоже терабайты информации о человеке, о его психотипе, о его опыте, о его способе мышления. И поэтому задача тоже очистить от всего второстепенного и докопаться до самой сути человека и с помощью этого помочь ему максимально раскрыться как спикер, чтобы говорить уверенно, убедительно и, конечно же, с удовольствием. И на сегодня программа нашего мероприятия следующая. Я бы хотела, чтобы сегодня вы узнали три основных вещи. Первое, я расскажу вам, в чем разница, на мой взгляд, между спикерством на Западе и в русскоговорящем пространстве, и про то, как можно интегрировать вот эти вот два разных подхода в одно что-то единое. Второй момент, я хочу вам рассказать про три таких основных, на мой взгляд, элемента успешного выступления. Я это расскажу на примере своей личной истории, которая произошла со мной несколько лет назад и немножечко изменила мой взгляд на эти вещи. И третье, я постараюсь развенчать несколько таких самых популярных мифов о публичных выступлениях и, да, расскажу, что я думаю по этому поводу. И по итогу нашей сегодняшней встречи, да, мне очень хочется, чтобы вы уже узнали про таких три простых шага, которые можно уже сделать прямо сейчас, и это кардинально и качественно улучшит то, как вы выступаете. И третье, я очень надеюсь, кстати, второе, что вы избавитесь от некоторых страхов, которые у нас у всех есть. И третье, это будет очень здорово, если мне удастся вас как-то вдохновить, призадуматься над тем, что так оправда, что это я тут как бы действительно, что же я всего так этого боюсь. И если вы откладывали в долгий ящик какое-то выступление или боялись, то просто пошли и попробовали, и действительно задумались, а в чем же моя точка сборки. Вот это были такие организационные моменты, собственно, что нас сегодня ожидает, поэтому, мне кажется, мы готовы, и я тогда плавненько могу перейти на основную часть и перейду на английский. Так, 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 так. What I want to leave to myself, being like Russian person with Russian soul and Russian mentality. And so, how to combine those things together. And so, from my experience, I identified those key differences between different approaches, and I think it would be helpful to know before we move on. So, first of all, as for Western world, it's all about soft and communication skills. I think students are taught there how to communicate, how to prevent themselves since kindergarten. And then at high school, at the university, then they're really good at talking formal business conversations, like to talk about contracts, negotiations. So, very precise, very logical. At the same time, maybe counterintuitively, but they're really open to show some vulnerabilities, and that's why they're so good at telling stories and storytelling, because that is how you can demonstrate your imperfections. Another good point is that they're really trained how to sound confident. So, I think you know this expression, fake it till you make it. And yes, as I told earlier, they're trained to do this since early ages, and I feel that it's in their blood. So, when I moved to the United States, I felt it right away from the very first day. And the last but not least, it's they're really focused on how to master and cherish their strength. So, I noticed this in corporate world is that managers, they really focus on the strength of their employees. So, and they really want to help them to develop those strengths and to be better, rather than just constantly pointing at their weaknesses. Because at the end of the day, when you help people to cherish their strength, you have a team of rock stars. And so, now let's compare what I noticed, like in the Russian-speaking world. So, yes, we're really good at hard technical skills, best minds in computer science and programming. So, we're really good at it. Also, we're good at very like interpersonal, soulful relationship in one-on-one. So, warmth and very hearted, like warm-hearted relations. So, we're really good at it. But at the same time, I think this is our post-Soviet legacy of focusing on social status and success attributes. So, this is something that we're really famous for. And also, another post-Soviet legacy is we're trained not to stand out, I mean, in general, and to be humble, that is also in our blood. And not really to stand out or to speak confidently about our achievements. And in terms of weaknesses and strengths, so also comparing cultural and corporate worlds, I noticed that, yes, we really focus too much on our weaknesses. And even our managers, they're always like, oh, you should keep improving this, you're bad at this, you're not perfect here. And we put our energy and trying to make up for those weaknesses while forgetting about our strength and where we can grow. So, as a result, we have team or a company of people where we are, on average, we're mediocre in many things. So, those are key distinguishing parts. And in order to prove my statement and observation, I want to show you a very interesting example, linguistical illustration that I observed that would really highlight from the linguistic perspective how different we are. So, this is like the world of English and the world of Russian. So, as for English-speaking people, here you can see five different expressions that all would be translated with ответственным. And here I really want to explain it in Russian because I want you to feel all the nuances and differences in those statements, how they could be different. But in Russian, we have to say the entire sentence to explain the nuances. So, for example, to be committed означает, я ответственен за то, что я не сольюсь с проекта или из отношений. To be in charge означает, что я здесь главный. И, по сути, я здесь формально главный, но это совершенно не значит, что я буду нести ответственность за что-то или что-то делать. To be responsible – это означает, что я здесь главный, и я несу ответственность за выполнение конкретных действий. И, наконец, to be accountable – это высшая степень ответственности, когда я здесь главный, я несу ответственность за те действия, которые я делаю, и я головой ручаюсь за результат данного проекта, либо какого-то действия. И, как вы можете заметить, мне по-русски потребовалось объяснять это несколькими предложениями, в то время как на английском мы говорим одно слово, и англоговорящий человек точно понимает, на какой уровень ответственности он может рассчитывать. And so, getting back to the Russian world, it's also very interesting, because, as I told earlier, we're really about these relations, warmth. And so, for example, even душевное спокойствие – it would be interesting, but it will be translated as peace of mind. Спокойствие ума, or душевное расстройство – it would be mental disorder. And at the end, душевность – I know that there are different options, how you can translate it – soulfulness, heartfulness, and other things, but it's not exact translation when we say душевность. So, I think it's a really interesting observation in terms of, okay, now the question, how we can take the best of those two worlds, and how we can keep our Russian soul and warmth, but at the same time supplement it with very logical, structural, and business-oriented approach. And to answer this and many other questions, like, for example, probably you may be wondering, but, okay, I really want to sound confident, but I do not want to overperform or overplay. Or, okay, if I'll show my vulnerability, but I still want to transmit power and strength, and even if I share and will open up my Russian soul, but how can I still sound professional and competent? So, this is the things that I have been thinking. Okay, how can we combine? And to answer these questions, today I want to introduce this formula. I call it Formula of 3A. And this is a quintessence of my experience and, of course, of, like, wisdom of many great public speakers. And this formula proves its efficiency and effectiveness in practice. So, but as I mentioned, since it is also a quintessence of my experience, let me finally tell you who is Katya Prokhov and why I keep talking about public speaking. And why, why I do this. So, a couple words of my expertise. So, first of all, yes, I can do public speaking both in Russian and in English, but recently I have this particular interest in how to do this in English, because I admire the power of any languages and English in particular. And so, yes, I had opportunity to live and work for more than five years in English-speaking countries. I got several degrees in English. I also speak three other, like, three foreign languages in total. And it really helps me to understand how to get and understand the structure of foreign language quickly, and then to make it work in your favor, even if you have not basic, but some decent level of any English. And as for public speaking, I think it has been in my life, yes, since, like, very early ages, because I was born a very introverted, shy person, and it means that every word that I had to say in public, it really took lots of effort and lots of preparations. So, and on top of this, yeah, so for more than two years, I was teaching students at University of California. I was teaching them public speaking. So, over those years, I coached more than 250 students. I helped them how to sell themselves at the job interviews, how to talk about their startup projects, how to, yes, how even to present themselves at networking events. And I think, yes, at the end of the day, I managed to also sell myself at the highly competitive market at Silicon Valley. And I would say it wasn't just, yes, random company, but it was really a dream job company for me. So, I'm really proud of this as well. And the third thing that I really wanted to point out is that I'm not just teaching people just to talk. My focus is to help them to achieve their goals. And I think to do this, my business experience really helped me a lot. Because in business, you should know your point A, point B, and then what we should do to get this in a fast way, in the most effective way. And so, given that I'm data analyst, I have, I consulted more than 35 companies, including big companies from Fortune 500, in terms of customer experience, financial strategies, and decisions. And besides that, of course, I had to sell and promote those projects. And I coached teams from those companies, how they can promote and sell those initiatives in their company, also to get support from CEOs and decision makers. And also, one of my, I think, expertise is I call myself, I'm a professional translator from technical language into business language, because, I mean, you should talk to your audience in a language that they understand. And working a lot with technical people, I see this great gap that I also help to bridge. And one little addition. So, you may ask you, but Katja, why are you doing this? So, and this is just, I think, my bigger mission. And it's about my values, because I really want to see less that you can see on the left-hand side, and more, as you can see on the picture on the right-hand side. And that is the picture on the right, is where people really can cooperate, then can co-create, and they can manifest themselves, and everything starts with a good speech. So, that is what motivates me to do this more and more. But enough of me. So, let's get back to this formula. And as I promised, now I will tell you the story that happened several years ago to me, and that helped me to discover those three elements. So, at that time, I was acting intuitively, and I didn't know about this formula. So, only later, I learned that it existed. So, that is how the story began. And probably, this picture may surprise you. So, I mentioned that in the middle, it is me. But it's not really me, because unfortunately, at that day when the story happened, I wasn't able to take a picture of myself. So, I found something close. And so, this guy in the center, let's imagine that it was me, because the city was exactly as in the picture. So, let me just paint you what happened. So, it was my first days in the United States. So, I just moved there. I have never been to United States before. I got there to get my master's degree. And during those first days, I completely, like, changed my view on everything. So, everything was new. And I realized that my so-called good English is not good, as I expected. I have this Russian accent. And people told me, oh, Katia, you should practice and practice. And they also, like, oh, and you have a vocabulary, like, look. And you even do not understand American jokes. So, it was really an interesting period of my life. And in their university community, all those students, they look much smarter than you. And so, this is the very first class. I also started teaching bachelor's students public speaking. So, it was the very first class at the university. I think it was 3rd of September. And I entered the class of 30 students. They were sitting in a circle around me. And they were literally staring at me in complete silence. And then the bell rang and indicated that, Katia, you should start the class. But I lost all my words. I got speechless because I didn't expect that it would be that scary. Even though it wasn't my first day in public speaking. And I was prepared. But something went wrong. So, one part of me, inside me, was telling me, like, Katia, I mean, you should be fine. You're prepared. You know the material. And at the end of the day, university hired you. So, university believed in you. But the other part of me screaming, like, Katia, come on, you're Russian English, you're Russian accent. You do not understand some American jokes. And you are going to teach English-speaking students how to speak English. Well, I do not know what you were thinking about. And then, I think it lasted for a minute. And I remember I just asked myself, but, Katia, why are you here? Why are you here right now? So, well, I'm here to share my knowledge with, like, what I know with those students and to help them, hopefully. And so, okay, in this case, why don't you just focus on your job, little steps that you can do now, instead of this fear of the fear of the future, and just do what you are supposed to do. And so, I managed to say, hi, my name is Katia, and for this quarter, I will be your teaching instructor. So, and here, I really want to pause and to focus on this first learning that I took out of this experience. What really helped me at that time is that you really have to be bold. So, the first element is to have audacity, to be bold, to be brave, to speak enough. And what really helps is that you really should focus on the message that you want to deliver or on the idea that you want to share and try to do your job at your full capacity, at your maximum, like, as good as you can. And so, what happens next? Your brain will not have any energy left or any capacity to focus on anything else, on any fears, on any thoughts, on any hesitations. So, just go ahead and do what you are supposed to do. But this is not the end of the story. So, I started the class, and it went relatively well. So, students were participating. But inside myself, I felt like this. Because honestly, and it wasn't because of the fear anymore. So, I wasn't afraid. But I felt like this because I still didn't feel really comfortable, because I was still not taking the control of the situation. And I feel that everything was quite formal. And I wasn't able to build this connection with my students. So, it was, everything was very formal. And I kept asking, Katia, what's wrong? Like, what's wrong? You do everything good. So, you prepared, you do the activities. But then, I realized that, Katia, but honestly, you know. You know the answer. You know what's wrong. And you know what makes you feel uncomfortable. And you know why there is no connection right now with you and your students. And so, the answer was very simple. It was because I wasn't honest to myself at that time. And as a result, I wasn't honest to my students. And I wasn't myself. So, I will explain to you what I mean. But when, how can you talk about trust and connection if you're lying? So, what did I lie about? You may ask me. And I will tell you in a second. But here, learning number two. I call it awareness. And it means that no matter how prepared you are, how confident you are in what you're going to say, you always have to read the room and adjust accordingly. And, yes, no matter how prepared you are, you should be flexible. And, of course, it comes with practice when you can make quick decisions and adjust. But the skill that you already can start developing, it is to learn how to assess the situation. I call it situational awareness. So, not to be stubborn, be flexible, constantly checking the environment and be ready to adapt. And so, at that time, I did it intuitively. And so, I identified that something was wrong and now I had to fix it. Okay, how am I going to fix it? So, what did I lie about? And it was really my moment of truth because I realized that no matter how hard I wanted to be a perfect teacher, at the end of the day, I was trying to pretend to be someone else. I was trying to hide my imperfections, my imperfect Russian English, my Russian accent, my complex that I may not understand, a joke. Because, I mean, I'm the teacher. I have to be perfect and I should have everything the best because this is my authority. And then I saw that it's not working and how should I fix? And luckily, at that moment, one of the students asked me a question and I didn't know one word there. So, I decided, Katia, this is your chance. So, first I asked, oh, I'm not sure I know this word. Can you help me with the explanation? And then, very genuinely, I said that, you know, guys, you can tell that English, it's not my native language. And so, can I ask for a favor? So, if you hear that, for example, I do not say a word correctly, can you just, yes, correct me, please? So, I'm really determined to improve my English, to improve the pronunciation and with your help, I can do it much faster. And then, I did this grand finale and also make a joke saying that, so, you know, guys, sometimes I feel myself like a smart dog because, well, I understand almost everything you say, but sometimes I cannot speak back. And they laughed and even one student told me, like, Katia, you know what, I can even maybe teach you some cool American slang words so you can be cool. And it was very cute. But, so, I think this was, it was a very important turning point because right away, I felt such a relief and I had nothing else to hide. And I do not have to be perfect anymore. So, now I can be true myself. And I want to really show you those, those, like, consequences that happened right out of those simple words of mine. So, first of all, what I did, very simple things, but so powerful. I showed my vulnerability. And right away, students, they saw a human being in me, that I'm a real, open, honest one. And so, this is the first step how you can gain trust with your audience. Also, I let students help me. So, I empowered them. And people really like helping other people. And what is more important, when they help, they start feeling empathy towards those people. Then, I stopped pretending perfect. And what it means that, first of all, I started feeling much more relaxed. And also, students, they stopped waiting for my failure because I already let myself fail. So, it's already happened. And also, I made a joke. I made a fun of myself. And I think that is also why Pasha organizes stand-up events. Because this is a really, really great instrument. When you make people laugh, you laugh together. And now, there is no more boundaries between you. And in terms of, like, weaknesses, yes. Even though I revealed one of my weaknesses, but by doing that, I also demonstrated my strength. Because between the lines, you can see that, okay, even though if I'm not good at those things, but I'm really good and much better at other things that can compensate. Because at the end of the day, I told my students, yes, maybe my English will not be perfect all the time. But it will never stop me from sharing with you everything I know about public speaking and help you. So, I think, yes, after I did this, there was no worries that, oh, they will reveal my imperfections because they already know everything. And it was interesting. Only later, I learned that I used one of those most important tricks of FBI, Faber. So, they use this trick to make people like them and to make people trust them, as they should do lots of the time, if you ask for a favor or if you ask for help. So, I didn't know that it is FBI powerful trick. And so, now, this is the third component of this formula. It is authenticity. Be honest to yourself and, as a result, to your audience. Do not be afraid to be vulnerable. Do not be afraid to laugh at yourself. So, because, like, no more comments are needed. So, now, you know all those key three elements of successful speech. And, honestly, I cannot tell you how many times those very simple things helps people and students and, like, people I've worked with, with their speeches. And I think now, the next logical question would be, okay, but now I'm wondering, those magical abstract things, but what if I'm still not designed to be a good public speaker? Like, I wasn't born to this. Like, for example, people say, this is very common things that people think about public speaking. I do not have strong, loud voice. I do not have perfect English. I'm not an extroverted person. I wasn't born charismatic. Or, like, I'm not sure I can muster all those fake things that you, Katya, are telling me now. So, lots of fears, lots of myths. But what I noticed from experience and by just looking and listening to public speakers is that, in reality, the picture is completely different. And the thing is that you do not have to be perfect to be a public speaker because your imperfections, your uniqueness, it's your powerful weapon. And your imperfections, even more, they can work in your favor because let it just be your uniqueness and convert it in a positive way. And also, all those magical skills, all those magical things, they can easily be developed and they can easily be integrated in you via techniques, approaches. So, you do not have to be born to be a good public speaker. And now, I have one question to you, and this question would be, and what is your uniqueness? And I would like to be able to move on to Russian language, to make an итог and say, that, in fact, I would be very happy, if after this, in such a big event, you would have been able to think about the opportunity and desire to think about, and really, in which my uniqueness is my unique uniqueness and how I can use this unique uniqueness in my public meetings, so that people would listen to me, so that people would listen to me, so that people would listen to me. And I, I, I really hope, that after the episode you will be less afraid of being as if you are wrong, you will be more likely to be a good person, you will be more likely to be a good person, you will be more likely. And I, I really believe in that if your intention to say something that is clear to this world, then any выступation, it will turn out of an experience in an incredible opportunity to be able to be real and to be heard of. — Cool, thank you very much for the last slide. — Yeah, last slide. — Ah, давай. — Ah, нет-нет-нет, Паш, я сказала, это был мой последний slide. — Да, super. — Слушай, у меня есть пару вопросов к тебе. — Замечательно. — Слушай, а какое у тебя было самое сложное или вдохновляющее выступление, и как ты к нему готовилась? — Ох, мне кажется, эти выступления, они происходят и происходят каждый раз, потому что, мне кажется, ну вот я типа там уже такая молодец, а потом хоп, стрессовые ситуации, хоп, нужно что-то решать на ходу. Или, ну так получается, что я берусь за кейсы всегда сложнее и сложнее, и когда у людей более сжатые сроки, и когда нужно как-то очень быстро что-то сделать. Но, не знаю, одно вот из последних — это когда я тоже должна была выступать перед компанией, там было около 30 человек, и я должна была убедить в том, что вот эта аналитика, которую вот мы сделали, она действительно классная для того, чтобы получить финансирование. И это прошло успешно, были вау-эффекты. Они думали, боже мой, почему у нас были столько данных, и мы до сих пор ими не пользовались, а вот пришла там компания, Катя, и показала, как это можно круто делать. Поэтому челленджи и вызовы — они всегда, и поэтому получается, что я каждый раз берусь за какие-то проекты, которые еще интереснее, еще сложнее. Ну, то есть при этом удается как-то очень правильно совместить бизнесовый подход и месседж, такой sales presentation, да, грубо говоря, и вот то, про что ты рассказываешь, что что-то, мне кажется, такое очень человечное про именно публичное выступление. Да, и ты знаешь, я даже добавлю, я помню момент, когда я заканчивала обучение в магистратуре, у меня был период, когда я искала, да, работу в силиконовой долине. Понятно, я проходила много интервью, и вот я прямо на собственной шкуре, так сказать, испытала силу, ох, у меня, а, да, и я на собственной, да, шкуре испытала силу вот этой человечности, потому что я помню, когда я уже прошла несколько интервью вот в свою компанию, в которую я устраивалась, это был уже последний раунд, финал, и, конечно же, там был бизнес-кейс, который должна была решить и проявить там свои технические навыки и все такое прочее, и потом в конце они стали задавать какие-то разные вопросы. В какой-то момент я подумала, Катя, мне кажется, это вот сейчас твой момент, когда ты можешь проявить свою человечность и рассказать про даже некоторые твои страхи, которые сопровождали тебя на пути, когда ты выбирала путь аналитика, когда ты переезжала в Америку и вообще, когда ты понимала, что, да, будучи там девушкой в аналитическом мире, из России, в тот период, когда уже встречались правила по поводу интернациональных студентов, я поделилась, и как-то это я сказала от души, и как я потом получила обратную связь, это действительно их очень подкупило, потому что в конечном счете компании, ваши будущие клиенты, инвесторы, они инвестируют, они вкладываются в то, как бы в вас, как в человека, потому что мы, конечно, все про результаты-результатище, но пока мы достигаем этого результата, мы взаимодействуем с людьми, и очень важно, с кем мы взаимодействуем, и поэтому если есть минимальная возможность проявиться себя вот как ты, как человек, как Катя Прохорова, то я всегда стараюсь воспользоваться этой возможностью, и вот как показала та практика, это оказалось мое успешное интервью, я рискнула, я рассказала о себе и получила эту работу, и на самом деле, как оказалось, эта компания, кстати, она очень тоже поддерживает вот эту ментальность про то, что мы нанимаем на работу не просто технические скиллы, а мы нанимаем человека целиком, и тут просто, наверное, получилось совмещение ценностей, и мне кажется, в жизни это тоже очень важно, когда вы максимально проявляете себя, то и люди подобные вам откликаются, поэтому это работает прямо вот со всеми вытекающими положительными эффектами. Поддерживает на 100%, мне кажется, вообще работа с ценностями очень важна, так же, как и работа над своими софтскламами. А взаимодействуя и обучая ребят публичным выступлением, какие три наиболее распространенные проблемы ты встречаешь, вот прям типичные практически у всех, ну, русских, наверное, в первую очередь, ребят, ну, может быть, и в сравнении с какими-то иностранными кейсами, чтобы четче было это внимание. На самом деле у всех страхи, у всех очень много страхов, и мне кажется, да, это основное. Первое, что я сегодня рассказала, это действительно фокус на делании, а не на размышлении. И второе, я всегда говорю людям, вообще страх от публичных выступлений это совершенно нормальная физиологическая реакция на стрессовую ситуацию, так как рептильный мозг, типа беги, либо борись. Поэтому его надо к нему относиться как благо, потому что оно нас заряжает энергией, даёт нам какую-то, не знаю, искру в глазах, поэтому от неё не надо избавляться, и это нормально. Вопрос, да, во что вы её конвертируете. То есть страхи, борьба с ними и вообще с пониманием. Иногда люди не всегда даже уверены в том, что, а зачем я буду делать это выступление, а для чего оно, а что оно даёт. И как только мы с человеком проявляем, в чём же действительно зарыта его мотивация это делать, страха как будто бы нету, потому что человек уже так хочет это сделать, он уже так хочет этим поделиться, что просто его уже не сдержать. Второе, наверное, из таких моментов, вопросы или проблемы, ну, наверное, да, как я могу проявить там свою человечность, вот как, Катя, ты говоришь, если, например, я там выступаю где-то, ну, не знаю, каких-то среди дядек таких важных, потому что у нас же у всех разные, да, сферы. Кто-то буровые установки продаёт, а кто-то приют для там животных открывает. И поэтому здесь именно как раз ценность вот индивидуальной работы, что мы находим вот эту грань, как можно проявить свою человечность в человеке, при этом не делая это искусственно, что типа Катя сказала, надо вот тут пошутить, а вот тут надо вот это сделать. Именно поэтому это очень такой тонкий процесс того, чтобы человек сам нащупал вот эту зону, как он может себя проявить максимально, не наступая себе на горло вот этим правилам. И, кстати, это тоже один из моих таких постулатов, что правил, боже, сколько этих правил, и голос должен быть громкий, и жесты должны быть определённые, и я должна быть так вот такая вот. А если вдруг я не такая, и говорю тихо, и вообще я какая-то тоже там специфическая. На самом деле даже вот пример в институте, и очень много таких примеров. Профессор, вот к которому на лекцию было просто не прорваться. Люди из коридора заглядывали в дверь, чтобы послушать его лекции. Он говорил тихо, он заикался, он практически не двигался, хотя, казалось бы, считается, что надо двигаться по сцене, чтобы завалечь внимание. В общем, он противоречил практически всем конвенциональным правилам, но при этом он говорил с таким внутренним увлечением, с таким желанием поделиться, с такой какой-то своей вот именно естественной органикой, что ну просто от него было не оторвать взгляд. Поэтому это вот второе такое разрешение стереотипов, когда мы с человеком находим вот именно его способ взаимодействия. И третье, наверное, вот такое большое-большое что-то я не могу выделить, но, конечно, мы очень много работаем над контентом, потому что, безусловно, структура речи, как мы расставляем акценты, как мы выстраиваем линию. Для этого нужно, конечно же, сделать, так скажем, домашнюю работу, понимать, для кого мы выступаем, какая цель, что хотим добиться. То есть вот это чисто такая вот работа, так скажем, интеллектуального характера. И, конечно, с нее тоже очень много запросов, очень много вопросов, а как, а что. Вот, наверное, три момента. Слушай, а по поводу английского языка, что ты думаешь? Потому что для меня, например, наверное, английский язык в топ-3 входит в барьерах, почему я публично не выступаю. Да. Могу сказать очень, да, такую вещь, наверное, уже тоже пройдя путь от человека, который, несмотря на то, что в России все время говорил на английском, и потом думая, боже мой, я же все равно что-то все боюсь, а тут я все равно что-то все стесняюсь. Я поняла, и вообще я по натуре такая очень, как сказать, не экстравертный человек. Во-первых, я поняла первую вещь. Даже очень простого английского достаточно для того, чтобы очень убедительно донести мысль. Нет вообще никакой задачи, какие-то красивые слова, что-то там строить из себя то, чем ты не являешься. Вот если ты четко в голове в одной фразе, даже по-русски, можешь сформулировать суть и цель твоего выступления, то я уверена, эту простую суть легко сделать на английском. Поэтому мы идем по принципу, мы смотрим на смыслы, мы смотрим на цели и максимально просто выражаем. От этого сила убедительности не теряется. Второе, конечно, могут спросить, да, а как, например, работать потом с вопросами после выступлений, или как там вот реагировать и отвечать на английском. Там тоже есть очень много подсказок и моментов. Например, одну из подсказок, я могу прямо сейчас поделиться, если, например, вы делаете презентацию, и можете делать такие некие тизеры, что, например, там вот здесь я вот это обнаружил, если хотите там узнать, спросите меня потом, или еще что-то, вы как бы подталкиваете аудиторию на конкретные вопросы. И они, конечно же, с удовольствием эти вопросы вам потом зададут, а вы к ним как бы уже готовы. Поэтому обойтись можно, опять же, можно перейти в юмор, можно ссылаться на то, что там как-то обыграть. Поэтому, но суть, костяк, я проповедник того, что простого языка, и это даже лучше, чем проще, тем убедительнее. Круто, интересно. Буду готовиться выступать, что-нибудь в английском языке уже. Обязательно. Мне кажется, это вообще-то так интересно, причем это еще даже больше такой интерес и челлендж, когда, например, тоже у меня, когда и по французскому, и на испанском, очень лимитированный словарный запас, и что-то лимитированное, но ты вот с минимум возможностей пытаешься сделать это четко, классно, интересно. Ну, не знаю, для меня это как вообще целое какое-то приключение, поэтому мне очень нравятся такие вещи. Слушай, а что тебя больше всего вдохновляет в работе со студентами? Какие-то их решенные задачи? Или то, что у них какой-то, может быть, трансформация происходит? Мне кажется, публичное выступление, реально, в том числе, про трансформацию. Или, может быть, что-то третье, сам процесс тебе нравится? Вот, это гениальный вопрос на самом деле. Во-первых, безусловно, результаты вдохновляют. Люди находят работы, успешно проходят интервью, защищают дипломы, всё такое замечательное. Но самое, что вот прямо мне в сердце попадает, это процесс, когда вот мы с человеком знакомимся, и начинается вот этот процесс детектива, мисс Марпл, который пытается раскопать вот эту уникальность в человеке. И, как я сказала, я не из тех, кто будет там всю жизнь работать и сопровождать людей. Мне кажется, как только мы находим эту уникальность, её вот как бы позволяем раскрыться, и человек знает, как эта механика работает у него, где вот у него вот эта грань между тем, как быть человечным и профессиональным, как звучать уверенно, но не переигрывать. И как только он это в себе понимает, ему достаточно проэкспериментировать, протестировать это на одном-двух выступлениях, дальше он эту механику свободно может использовать для других случаев. И вот этот вот процесс, когда я понимаю, что вот сейчас человеку действительно комфортно выступать, он это делает уже не из страха, а в удовольствие, с каким-то азартом, с каким-то интересом. И вот когда я понимаю, что вот человек, вот он уже теперь органично смотрится, вот это вот, что мне греет очень душем. Вот. Вот. Да, это, конечно, очень мотивирует. Слушай, а знаешь, какой у меня еще вопрос? Я в каких-то сериях волнующих меня в том числе тем, мы сейчас с прошлого года ушли все в жесткий онлайн. И кажется, что люди в том числе начали чаще выступать, потому что больше стало онлайн-митингов, конференций, зумов и так далее. Вот в твоем опыте подготовка к онлайн-выступлению или питчингу, сильно ли она отличается от живого выступления? Потому что все-таки в онлайне как будто бы нет фидбэка мгновенного, негерпального. Порой, например, как ты, там я выключаю камеру и ты просто сидишь и в презентации рассказываешь. Мне кажется, для таких, как мы с тобой, эмпатичных людей, это немножко стрессово, ну, потому что нет фидбэка. Вот. Как вообще на твоем опыте разделяешь ли ты вот как-то онлайн-офлайн выступления и по-разному ли ты готовишь? Да. Классный вопрос. Хороший вопрос заключается в том, что костяк подхода, он не меняется. Мы все равно про человечность, про то, как ты транслируешь себя, но технические моменты действительно разные. Например, для, как один из примеров, когда мы вот по зуму и мы иногда видим людей, иногда не видим людей, здесь очень нужно быть внимательным к паузам и если это ты что-то презентуешь, если есть возможность посмотреть на лица или делать более длинные паузы для того, чтобы сориентироваться или вопрос какой-то получить, ну, если это предполагает интерактивность, потому что технические эти содержки, все это, и быть окей с паузами, потому что, как правило, люди, чем мне заполнить паузу, что происходит? Вот просто сидеть, можно там, не знаю, подождать и продолжить и быть с этим в комфорте. В плане взаимодействия, как вовлечь аудиторию, ну, конечно, что я могу сказать? Конечно, есть лимитированность, но если есть задача это какое-то сделать интертеймент, развлечение, ну, конечно, можно придумать и вопросы, и чатик тут есть, и чтобы там ручкой помахали или еще какие-то, но если прям уж совсем как бы в такую классическую версию, то постараться сделать максимум, что можно использовать технические средства и, конечно, практика. Как ты сказал, когда, знаешь, все отключается, и ты смотришь на вот эти вот закрытые камеры, ты думаешь, так-так-так. И здесь, конечно, опять требуется чуть больше самообладания и спросить себя, зачем все-таки я это делаю? И если я делаю, потому что я действительно сейчас хочу донести эту мысль, то ты как бы забываешь про это и просто фокусируешься на делании. Поэтому это требует чуть больше самообладания, согласно, и практики. Да, я помню, меня как-то в KPMG позвали выступать про какие-то тренды в Кремниевой долине, и у них скайп отрубился. Ну, то есть, должен был быть группу с видео, и они не смогли организовать, потому что у них был бизнес скайп, и, видимо, из того, что я не находился в их окружении, они не могли мне позвонить. И в итоге они мне позвонили на телефон. И получается, что я сижу с телефоном, и у меня вообще никакого фидбэка нет. И я просто говорил, перейдите на следующий слайд, и вот рассказывал какой телефон, где даже мне никто ответить не мог, потому что только один человек там был на связи. Но ты знаешь, после этого мне уже никакое выступление не страшно. Я уже могу стену говорить, в окно. Класс, я помню, я не знаю, ты работал с Google Teams? Есть такая еще программа вместо Zoom. Просто, когда лэптоп и один экран, в Google Teams нет возможности видеть людей, и твой экран одновременно. И я об этом не знала, и я думала, что ну Zoom, Zoom, да, и тоже получилось, что выступление, хоп, а я вижу только свой экран. Я ни себя не вижу, ни людей не вижу, ничего не вижу. Ну, как бы, да, что делать, что делать, надо подключаться, эмоционально как-то? Ну, я, конечно, за прошлый год очень соскучился по оффлайн выступлениям, поэтому я ударил свои сети стендапа. Стендап вообще совершенно новый опыт. Ну, я много выступал в тысячи, может, 40-50. Для меня это как, не знаю, что-то очень такое простое, понятное. А стендап это какая-то новая совсем история и очень интересно. Мы сегодня как раз буквально через час у нас метап в Москве и мы будем снова тестировать какие-то форматы. Потому что стендап, получается, это про раскрытие своих каких-то, ну, не знаю, страхов, сомнений, да? То есть это про вот это вот vulnerability, пусть даже это в шуточной форме, но же это все равно как бы открытие себя. сто процентов. Это вот про все три твои пункта и про awareness и вот эту какую-то уверенность так, чтобы как бы вы не слушали. И особенно наш такой стендап, он, ну, скажем, интеллектуальный, который мы сейчас делаем. И здесь, конечно, ценится, как мне видится именно вот открытость, когда человек максимально уязвимый, что-то доносит изнутри. Ну, по крайней мере, я свои шутки пишу чисто после сессии с психотерапевтами. 5-6 пунктов. Я такой, ну, во-первых, сначала плакать хочется, а потом я думаю, ну, если хочется плакать, значит, кому-то будет смешно. Круто! Вот это ты даешь после психолога. Ну, да, я думаю, там много материала подкидывается. Бесконечно. Я типа десятый раз выступаю каждый раз с новой программой и ну, практически первые два-три я что-то миксовал из прошлой, а потом, как я понял, что можно мало топиков взять, ну, вот прям за последний месяц самый наболевший и вообще, ну, то есть мы же не КВНщики, все равно это какой-то такой. Слушай, представляешь, если к тебе будут обращаться потом стендаперы, типа, вот что ты нам посоветуешь, и ты будешь советовать ходить и психоаналитику, он вам столько даст тем для шуток. И на это же проблема, где материал найти. Вот, мне кажется, ну, это вот я на самом деле взял Кубоперечного и отсмотрел его публичные выступления, стендапы, ну, у него даже это сложно назвать стендап, он туда просто полтора-два часа по программе, и у него один из топиков был, что для него все это публичная психотерапия, я только вначале, в смысле, это же публичное выступление, какая здесь психотерапия, а потом я начал анализировать, смотреть, что все-таки он вытаскивает через честность какие-то сложные вещи, и я попробовал, Катя, это работает вообще бомбически. Ну, то есть, вот есть прям вещи, которые мне страшно даже друзьям поделиться, а здесь, потому что есть барьер смеха, можно что-то вытащить, ну, да. И, то есть, получается, когда ты это говоришь, люди посмеялись, и у тебя, получается, это больше уже не как некое проблематичное, да? Да, происходит точно релиз какой-то, и за счет того, что идет групповая, ну, публичное выступление это же всегда про групповую энергию, когда ты в контакте с аудиторией, если ты ее построила, получается, что ты как бы можешь эту энергию взять, что-то в себе сделать и выдать обратно, так что аудитория, отдавая тебе энергию, в итоге получит больше, потому что какой-то материал пройдет сквозь тебя. И это, конечно, магия, потому что в стендапе, ну, мне кажется, как и в любом нормальном публичном выступлении, допустим, формата TED, всегда есть какая-то очень важная идея, просто через стендап можно ее по-другому немножко вытащить из себя и какой-то другой опт получить, но в любом случае вот этот релиз, он происходит, ну, и страшно, конечно. Зато, наверное, потом, после выступления, мне кажется, полет эйфории какое-то ощущение, да? Ну, точно, какой-то есть позитив, это очень крутой формат, ну, как, в принципе, не знаю, ты хотела бы когда-нибудь на TEDx выступить, или, может, у тебя был опыт? На TEDx нет, но я вот тут подумала, почему бы нет, мне кажется, это было бы очень круто, тем более, что мы сейчас опять все возвращаемся в оффлайн формат, и так как они сейчас в онлайне все это проводили, все-таки хотелось бы лично в живом зале. Да, в этом есть магия, сто процентов, когда ты стоишь на этом красном кружке. У меня был один раз, да, у меня был опыт, я выступал, это было мое самое сложное выступление, самое стрессовое, ну, из-за ответственности, я очень сильно люблю TEDx, и все их красные символики, буквы, даже несмотря на то, что мы были не на самой большой франшизе TEDx, все равно я знал, что это появится на YouTube-канале официальной организации, и было очень ответственно. А что ты рассказывал? Тема выступления моя была «Эмоциональный интеллект против искусственного». Это было посвящено трендам в искусственном интеллекте, которые опасны, если мы не будем развивать эмоциональный интеллект. Какой-то такой был фресис. Круто. Ну, прошло удачно. Да, это было, наверное, мое лучшее выступление с точки зрения реакции аудитории, и очень классно этот фидбэк, он записывает внутри какие-то решения. Ну, то есть, я знал, что я хочу заняться искусственным интеллектом, но у меня не было решительности. А когда я получил фидбэк от людей, такой очень групповой, теплый, поддерживающий, ну, прям рок-звездой чувствуешь в этот момент. И в этот момент думаешь, блин, слушай, если они так реагируют, вот, сто человек на это, а если я еще лучше проработаю, их будет тысяча или там больше, то, и значит, я еще больше смогу от этого на уровень своего состояния получить, и, ну, это было прям решение. Я решил, что я буду этим заниматься. Круто. А долго ты, кстати, готовился к этому выступлению? Ну, с точки зрения контента где-то нескольких месяцев. В плане выступления прогона было два прогона у меня перед этим. Один или три. Да, два в Москве, один в Воронеже мы делали. Франшиза воронежская. И было, конечно, я, как обычно, все в последний момент. То есть, прогон у меня получился плохой. Организаторы такие, типа, Паш, зачем мы тебя позвали? Это была вообще не очень хорошая идея. И я за ночь меняю презентацию, меняю концепцию, меняю, как бы, суть, ну, процентов на 50. И выступаю, ну, как мне кажется, хорошо. Пишлю потом тебе запись. и больше всего удивились те, кто видел меня на прогоне. Ну, то есть, как бы, аудиторию, которые меня не видела, они такие, ну, классный спикер, огонь. Удивились те, кто первый раз уже видел, как я плохо выступил. Я там тараторил, не структурно было, и так далее. Класс. Вот это, да, круто. Я, знаешь, одну, может, какую-то последнюю идею закину. Она, может быть, не супер даже к публичным выступлениям относится, но она важна. она относится к публичным выступлениям. Ты не всегда ее, как бы, контролируешь и менеджишь, это перед тем, перед кем ты выступаешь. Вот там, когда я текст выделал, была очень приятная аудитория. И я думаю, что из-за этого у меня и случился такой опыт. И вот мы делаем метапы с аудиторией нашего сообщества и друзей наших. И, ну, там, какую шутку не пошути, все хотят тебя поддержать. И это очень важно для какого-то опыта публичных выступлений, иметь какую-то группу поддержки и выступать в какой-то теплой, нетоксичной компании. и это очень важно, мне кажется, для получения позитивного опыта. Да. И я думаю, если ребята, которые будут вдохновляться и выступать после нашего с тобой эфира, обязательно тоже стоит задуматься, перед кем они выступают и начать, может быть, с каких-то дружеских историй, так, чтобы накапливать позитивный опыт того, что я хорошо выступаю. Да-да-да, потому что, безусловно, даже когда ты говоришь обратную связь, но говоришь, что это с эмпатией, с желанием человеку как-то помочь, то, безусловно, это совершенно другой уровень восприятия этой обратной связи и желание, я могу еще лучше, я могу еще постараться. Да, мне кажется, это очень-очень здорово. Круто. Слушай, Катюша, у меня последний вопрос организационный. Если кто-то из наших зрителей захочет с тобой связаться, поработать или проконсультироваться, какие вообще форматы и способы связи с тобой есть, чтобы потом где-то в подробностях и деталях эфира разместили? Да, а, кстати, у меня есть вот такой слайдик. Его сейчас видно? Да. Вот, это слайдик о том, да, что можно мне написать, можно мне... Так как я, да, в Лондоне живу, то лучше, конечно, по WhatsApp, чтобы вы не платили за междугородние. Вот, а так я, конечно, и в сообществе, поэтому, да, если, кстати, я когда говорила по-английски, у кого-то возникли вопросы, что там по-русски было бы интересно или кому-то интересно раскрыть там свою уникальность, то пишите, я вообще очень с удовольствием помогу, расскажу, и вот так можно со мной взаимодействовать. И для начала так. А ты работаешь как индивидуально, так и в группе? Да, то есть, на самом деле, в основном, у меня большинство это индивидуальные консультации, но я сейчас в таком приятном предвкушении того, что я запускаю такой некий новый для себя формат, это когда будет группы по пять человек, и почему мне это очень нравится, потому что все равно сохраняется камерность, сохраняется вот эта некая индивидуальность взаимодействия, но при этом есть как раз возможность подключить вот эту групповую динамику и делать тоже очень классные вещи, когда люди вместе, поэтому тоже, если у кого-то есть интерес и подключиться вот к такому формату, то это тоже очень классно и буду вам рада. А он длится какое-то фиксированное количество времени? Месяц, полтора или два? Пока месяц, да, посмотрим, так как это пока начало, и мне тоже интересно, какие запросы у людей, но вот месяц, это такой, мне кажется, очень классный период времени, когда можно сделать какой-то результат, его прочувствовать, и при этом без какой-то спешки. А как ты думаешь, это релевантно как людям, которые карьеру делают, например, собеседование нужно пройти, или может быть это больше продукт для фаундеров, чтобы там питчдек подготовить, или может быть есть еще какой-то третий формат людей, есть ли какая-то таргетированность в той аудитории, с кем ты работаешь? Да, когда это личные взаимодействия, то очень много, да, это по поводу как проект презентовать, питчдеки, это как подготовиться к собеседованию, когда ты презентуешь себя, я также помогаю, да, с какими-то ключевыми моментами в самопозиционировании, это люди, которые готовятся к выступлениям, как правило, это уже эксперты в каких-то областях, и им нужно выступить на конференции на английском, то есть это вот такие люди для меня основной костяк, люди уже профессионалы, которые разбираются в своей сфере, и они хотят как-то четко, доходчиво рассказать это людям с точки зрения получения инвестиций, клиентов или самопозиционирования. Слушай, ну круто, мне прям нравится и подход твой. Я, знаешь, как-то недавно попробовал сходить на занятия по публичным выступлениям, и этот, знаешь, неловкий момент, когда, мне кажется, может быть, я вас чему-нибудь научу, то есть мне там начинают говорить, как правильно встать, правильно выглядеть, и я такой, а про искренность вы слышали, что можно быть самим собой, и мне как бы начинают говорить, что это не работает, и я такой, окей, ну то есть, наверное, есть разные подходы к публичным выступлениям, и я не говорю, что тот подход не работает, но особенно, когда это еще делается в авторитарном стиле. Ну а сейчас, сынок, мы тебе скажем, как надо публично выступать, я такой, ну нет, я, наверное, а еще знаешь, Паш, а еще знаешь, что самое-то интересное, что когда потом людей этих обучили стоять, держать вот это все, и потом они идут выступать, я их называю профессиональные слушатели, это инвесторы, HR, они же, ты знаешь, это на животном уровне считывается, думаешь, боже мой, что-то не то, вот какая-то ложь, поэтому, как бы, ну что, вот я тоже с тобой согласна. Профессиональные слушатели, а непрофессиональные тоже это чувствуют, только может быть не на первой секунде, а на первой минуте, но это все равно потом будет видно. Да, это знаешь, вот, ну, мы же в какой-то степени стали производителем мероприятий, мы много мероприятий делаем, и я недавно, ну, я много своих мероприятий посещаю, я на чужие времени остается, но недавно в Москве я начал ходить на чужие мероприятия, и я такой, ну, качество спикера, качество подготовки, и понял, конечно, что вот, когда мы взяли, вот тоже эту концепцию про искренность, про какую-то неформальность, от этого какая-то атмосфера и впечатление у людей просто, ну, на совершенно другом уровне, и я даже отвык от плохих мероприятий, честно, когда там спикер выходит, и что-то там, без контакта с аудиторией, что-то такое, формальное, это просто странно, ну, непонятно для меня, откуда еще эти динозавры остались, но потом вспоминаю, что достаточно большую работу проделали, чтобы поменять окружение, чтобы вот это сообщество у нас, где люди все более-менее одно, это, конечно, важно, да, в общем, кажется, немного начал себя нахваливать, на этом остановиться. Когда не мешает. Да, кажется, у нас тоже потихонечку тайминг подходит к концу, вот, хочу поблагодарить тебя за классную презентацию, мне очень откликается твой подход, вот, я уверен, что огромное количество ребят еще через себя пройдет и научится действительно по-человечески хорошо выступать, и это радостно, вот. Будем вкладить и множить искренность и эмпатию. Да, и я даже еще, знаешь, в какой-то интерпретации, что мы еще полиция нравов там смотрим, а что тут еще не искренне, не знаю. Придем и а-та-та. Сделаем, разгоним. Можно так сказать. Да-да-да. Ох, Паша, да, спасибо тебе тоже вообще за беседу, за возможность вот рассказать о том, что я очень-очень люблю, поэтому супер, и вообще я так рада, что я в этом сообществе. мы друг друга нахвалили и довольны. Аберат пробует. Ну что? Да. Ну все, мы тогда, да, мы завершаем. Давай, хорошего тебе вечера и всем, кто нас смотрел. хорошего митапа. К сожалению, не могу прилететь, но думаю, у вас будет весело. Ну все, пока, всем пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok